Фотодинамичная терапия позволяет локально уздейничать на пухлинную тканку лазерным светлом, не закранаючи здоровые клетки. Миновита такую выбиральность лечить головной якостью этого вида лечения раковых захворваний. Выкористовывается метод при незрешном для хирургичного вмешательства анатомичном размещении пухлины. До прикладу, на твары у вушной раковине ци слизистые баллонцы. Эффективность залежить от стады и хворобы. При раннем выявлении можно хапить и одного сеанса. В 95% выпадка у пациента полностью вылечиваются. По необходности Махчима – полторное применение методу. Само лечение состоит из четырех этапов. Условно можно разделить. Первое – это введение фотосенсибилизатора. В данном случае это фотолон. Следующий, второй этап – это накопление препарата в опухолевой ткани. Третий этап – это лечебный этап, когда мы воздействуем на опухоль пучком. В данном случае это лазер отечественного производства с длиной волны 660 нанометров. И, собственно, реализация лечебного эффекта. Протягли сеансу фотодинамической терапии, прикладно 15-30 минут. В зависимости от объема и глубины пухлины, а так само наявности рецидива. Подчас процедуры пациент отчувает только поколывание, а у вечера уже может пойти до дому. Во время сеанса что вы чувствуете? Ну, ничего, тепленькое что-то. А так ничего, все нормально. Дискомфорта, какого-то болевого синдрома ничего не было? Нет, все нормально. Для подобного метода есть важная умова. По завершении процедуры пациенту два дня. Нельха выходит на солнечный свет, корыстаться мобильным телефоном, работать за компьютером и глядеть телевизор. Препарат накапливается в тканях и за счет этого могут возникнуть ожоги кожи. Для профилактики этих осложнений больному рекомендуем не подвергаться солнечному воздействию. Это единственный побочный эффект от нашего лечения. В остальном пациент выписывается домой без рекомендаций. Апарат выработан в Беларуси, так само, как и препарат, который нужно вводить перед процедурой. Закуплено обсталивание за позабюджетные средства. В ближайших планах диспансера на бытем мамографичного операционного кабинета. Данная методика позволит приблизить специализированную медицинскую помощь. Это мамографию для жителей сельских регионов. Планируемый срок поставки оборудования к концу 2018 года. Евгения Кухароны, Гигар Марышенко, Телерадио Компания Гомель.